Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экземпляр. 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 И чтобы тут все время говорили, а вот, вы знаете, если мы будем плохо себя вести, то этого здания у нас больше не будет. Я не помню, чтобы где-то кто-то так говорил. Зачем это здесь? Ну, мне кажется, что как раз в таких деталях и кроется очень часто отношения повествователей, его идеи, которыми он хочет с нами поделиться. И они заключаются в данном случае в том, что храм сам по себе ничего не гарантирует. Храм – это место встречи, да, как Соломон в своей речи в 8 главе подчеркивал, место встречи Бога и человека. Но встреча может и не состояться. Встреча зависит от готовности человека прийти на эту встречу. Ну, а так, конечно, он нужен. 20 лет Соломон продолжал эти две строки. Храм Господний – царский дворец. И хирам цартирский поставлял Соломону кедровую древесину, древесину кипарисового и золота по его желанию. Ну да, мы об этом уже читали. Все финикийские мастера из города Тира участвовали в этой работе. По завершению строительства царь Соломон передал хираму 20 городов Галилеи. Хирам отправился из Тира посмотреть города, которые передал ему Соломон, и они не понравились ему. И сказал он, что это за города ты мне дал, брат мой. Он назвал их «никакой округой кавул». Кавул – это слово, которое похоже на «никакой». И так называется она и по сей день. Хирам же послал царю 120 талантов золота. Вот интересная история. Во-первых, любопытно, что Соломон отдает города, то есть, в общем-то, израильские города. Но не совсем израильские. Галилея на тот момент, она скорее подчинена, но не населена, так как, скажем, Иудея или Самария не населена исключительно евреями. А кроме того, вот эти города оказываются для Хирама неинтересными. Но, тем не менее, они остаются за ним, и еще вот 120 талантов золота. Большая сумма, кстати, очень большая. Талант – это больше 30 килограмм. Так что, немножко странно, что так это звучит, но вот это, наверное, описание какого-то не очень понятного израильтянам положения дел, при котором часть городов Галилея относилась к Финикии. Вот такие общественные работы предпринял царь Соломон. Построил храм Господний, свой дворец, насыпь, городскую стену в Иерусалиме. А что такое насыпь, мы точно не знаем, но, скорее всего, Иерусалим стоит на холмах. Вот чтобы на холмах хорошо разместить какие-то постройки, надо сделать такую платформу, то есть, стенку, и засыпать эту стенку, чтобы выровнять верхнюю часть горизонтальную. И, скорее всего, речь идет именно об этом. Укрепление в Хацоре Мегедо-Гезере. Кстати, в этих городах были раскопки, в них действительно очень похожие укрепления. Относятся ли они к Соломонову строительству, это уже сложный для археологов вопрос, но, во всяком случае, действительно укрепленные города, которые служили своего рода опорными пунктами. Прежде фараон, царь египетский, отправился и захватил Гезер, сжег его огнем, а Хананеев, живший в городе, перебил. Он отдал его в преданное за своей дочерью, выдав ее за Соломона. Напомню, что Соломон был женат на египетской принцессе, что было, конечно, большим для него таким внешним политическим успехом. То есть, заявкой на то, что он царь великого государства, а не просто какой-то племенной царек. Соломон отстроил Гезеры, Нижний Бетхорон, Баалат, Этадмор в пустыне, и все города-хранилища, какие были у Соломона, и города для колесницы, и города для конницы, и все, что только пожелал Соломон построить в Иерусалиме, и на Ливане, и во всей стране, над которой он правил. Но вот Соломон, идеальный царь, Давид не идеальный. Соломон практически идеальный, ну, до самого последнего времени своего правления, там возникла одна проблема, до нее мы еще доберемся. А главное, у него есть возможности, то есть, у него есть эти деньги, у него есть мир с окрестными народами, и он занимается устройством жизни в стране. Причем, Соломон довольно мирный царь, вот еще один эпизод, оставшихся к этому времени Амареев, Хетов, Перезеев, Хевеев, Евусеев и всех тех, кто не был израильтянами, потомков тех, кто остался в стране, когда израильтяне не смогли их истребить, но это события книги Сусановина, Соломон отправил на общественные работы, и так они остаются до сего дня. То есть, не уничтожал, не изгонял, обложил трудовой повинностью. Но израильтян Соломон не порабощал, они были воинами, его служителями, придворными, его начальниками, стояли во главе его колесниц и конницы. Также они надзирали над работами Соломона, 550 человек руководили народом, производившим работы. Правда, при преемнике Соломона мы узнаем, что все-таки его строительная программа была тяжеловата и для, собственно, израильского населения, но это будет сказано потом. По крайней мере, на другом они находятся в положении, чем эти коренные народы. Вот его империя, она такая сложная, иерархически устроенная, но при этом не жестокая. Дочь фараона переселилась из города Давидова во дворец, который построил ей Соломон. Я напомню, что у него там отдельная часть его собственного дворца для египетской царевны. Тогда же он сделал и насыпь, ну, вот ту самую площадку. Трижды в год приносил Соломон всесожжение и першественные жертвы на жертвенники, которые он поставил Господу, сжигая с ними благовония. Так он завершил обустройство храма. Ну и маленькое указание про его программу, скажем так, экспедиционную. Царь Соломон сделал корабли в Ионгевере, что при Елате, на берегу Красного моря, в земле Домской. Вот до побережья Красного моря его государство простиралось. Сегодня там действительно город Эйлад на территории государства Израиль. Хирам послал на эти корабли своих служителей, умелых мореходов, финикийцы. Да, финикийцы, они как раз хорошие моряки, а Красное море, напомню, оно часть Индийского океана, то есть совершенно другие морские пути, чем обычные финикийские пути по Средиземному морю. Вместе со слугами Соломона они отправились в Афир. Что за страна, никто не знает, но, видимо, район где-то нынешний Эритреи, вот какая-то южная страна. Получили там 420 талантов золота и привезли его царю Соломону. Неимоверное богатство, которое везде в повествовании о Соломоне упоминается как что-то такое, вы знаете, побочное. Наверное, все царства хотят быть богатыми, все хотят иметь хорошую казну, ну, сегодня, скажем, там, растущую экономику. Не у всех получается, но все хотят. А вот в историях о Соломоне это как что-то такое, ну, приятный бонус, да. Нигде это не стоит на первом месте. А такое примечание, а ну еще-то, вы знаете, 420 талантов золота, это получается у нас с вами по 30 килограмм, очень большой объем, да. Вот не это, оказывается, в истории про Соломона главное. А в 10 главе еще одна внешнеполитическая победа царя Соломона у нас будет. Продолжение следует...